Мясная сборная солянка Мы готовим солянку Знакомьтесь, это Надежда, автор и ведущая канала Герма Кух У нее на канале можно найти множество великолепных рецептов немецкой кухни, европейской кухни, выпечки и всяких-всяких вкусняшек Рекомендую, зайдите к ней на канал, посмотрите и вам понравится Там по-домашнему тепло, уютно и вкусно Ну что ж, друзья, а сейчас я хочу вам показать свой вариант солянки Поехали! Готовить солянку будем на основе уже готового вчера сваренного говяжьего бульона В качестве мясной составляющей у нас вареная говядина, жареная куриная грудка, копченая грудинка и копченая колбаска московская домашнего приготовления Ну кроме того, лучок, томаты в собственном соку, оливочки, огурчики, чернослив, жидкость из подоливок И последнее, что нам понадобится, это тыквенные семечки, оливковое масло и кинза Итак, друзья, начинаем готовить Мелко крошим лук Лучок обжариваем на сливочном масле на среднем огне, чтобы лук не был зажаристым, чтобы он был такой вот прозрачненький, нежный, мягенький лучок Но при этом, друзья, то, что я сказал насчет лука, это я так делаю А если вам нравится, например, лучок зажаристый, делайте зажаристым Здесь нет никаких долг, это ваше творчество И вы получите то блюдо, которое вам нравится, которое вы хотите приготовить Пока у нас на плите в сливочном масле сейчас шкварчит лучок и наполняет кухню фантастическими ароматами Займемся приготовлением мясной составляющей Копченую грудиночку нарезаем вот такими вот полосочками Говядинку мы в бульоне вчера хорошенечко поварили И она у нас получается, видите, вот такая вот нежная Она прям как бы на лапшу такую мы ее фактически мелкими кусочками делаем Получается как будто такая говяжья лапша И это очень здорово Лук уже готов и вместо лука ставим на плиту кастрюльчик с бульоном Нагреваем бульон Ну а курочка напротив, мясо нежное, поэтому режем ее крупными кубиками Вот такими кусочками это будет прям то, что надо Любое блюдо, в котором много ингредиентов Желательно готовить так, ну как будто вы художник или композитор То есть с творческим подходом Вы должны представить себе, что каждый ингредиент это своя нота Только нота не звуковая, а нотка вкуса И тогда вам нужно соединить их таким образом, чтобы у вас получилась великолепная симфония Огурчики нарезаем мелкими кубиками У фантастической солянки должен быть великолепный вкус, великолепный вид И все это должно быть гармонично Смотрите, что у нас получается Мы берем три разных вида мяса, приготовленных по разуму Говядина у нас отварена, курица пожарена, а свиная грудинка у нас копченая Дальше, сладкая составляющая нашей солянки Сахар обязательно, в любом блюде должна быть сладкая составляющая Даже если вы готовите шашлык, все равно чуть-чуть сахара надо добавлять Так вот, сладкая составляющая нашей мясной солянки это чернослив Соленая составляющая это огурчики и оливки Кислая составляющая это лимон Итак, в зависимости от того, что мы хотим получить У нас кислое, сладкое, соленое Ну и кому нравится еще и перченое И мы здесь делаем вот именно то, что нам нравится Копченую колбаску тоже нарезаем вот такой вот соломочкой мелкой Ну что ж, начинаем собирать солянку Загружаем в бульон лук Добавляем говядину Копченую грудиночку Курочку Копченую колбаску Ну и все овощную основу томаты И чернослив Чернослив можете порезать, можете бросить целиком Все это хорошенечко перемешиваем Смотрите, какая просто фантастическая красота И игра красок Красный, зеленый, оливковый, белый Последний штрих Выливаем рассол из оливок и из домашних огурчиков И забываем про эту соляночку на 10 минут На медленном огоньке пусть потомится На самом медленном Немножечко листьев кинзы Совсем чуть-чуть мы кинем в солянку Как видите, солянка готовится достаточно быстро Сейчас осталось ей еще потомиться 5 минуточек А мы в это время слегка обжарим тыквенные семечки Зелень кинзы также нарезаем И сейчас в блендере будем измельчать Вы спросите, ну а зачем тыквенные семечки? Их-то куда? Сейчас мы сделаем великолепный соус для соляночки Итак, загружаем сюда нарубленную мелко кинзу Засыпаем сюда тыквенные семечки и тоже измельчаем их Полученную крошку тоже отправляем к кинзе Заливаем это все оливковым маслом Хорошо это все перемешиваем блендером Непосредственно перед подачей на стол Лимончик режем тоненьким кружочком И кладем в тарелочку И вот это вот наш замечательный соус песто Намазываем на пшенично-ржаной хлебушек И подаем вместе с соляночкой Я поделился с вами своим рецептом Этой великолепной, замечательной мясной сборной солянки Сейчас я пойду это пробовать А вы тем временем посмотрите рецепт надежды И проголосуйте за тот рецепт, который вам больше понравился Или за оба рецепта вместе Итак, пока-пока, до новых встреч!